Интересный клинический случай сложного дифференциального диагноза между такими заболеваниями, как распространённый рак пристательной железы и множественная миелома. Наш пациент 73-х лет поступил в областной онкологический диспансер с жалобами на боли в поясничной области в удовлетворительном состоянии. При первичной диагностике у него выявлен ПСА до 45. При рактальном осмотре выражены узловые каменистые образования в обелих долях. А по данным ТРУЗИ объём простат составил 36 кубических сантиметров с гипохигенными участками в обеих долях. Закономерно и обоснованно назначена и выполнена трансректальная биопсия данного пациента по стандартному протоколу. И в морфологическом заключении мы получили аценарную аденокарциному пристательной железы, глисон-7. Поражено 9 столбиков от 30 до 100% поражения каждого столбика. В дальнейшем, естественно, пациенту была назначена дообследование. И как первичный метод диагностики это КТ-трёхзон. По данным КТ грудной клетки особых изменений выявлено не было. По данным КТ брюшной полости были выявлены кисты печени, гемангиомы печени, кисты почек. А также интересная пометка в конце заключения МТС в кости. По данным КТ малого таза с усилением более конкретное заключение мы получили специалисты лучевой диагностики. Вы описали, как КТ-картина метастазов в лимфатические узлы подвошной группы и кости скелета. Однако данной информации нам, естественно, недостаточно. И мы бы хотели увидеть описательную часть данных исследований, где надо отдать должное нашим специалистам лучевой диагностики. Они подробно описали изменения в костях позвонков. Так, по данным КТ брюшной полости изменения в телах позвонков и костях определяются множественные участки разрежения костной ткани. По данным КТ малого таза описание было такое, что наружные подвздошные лимфоузлы были увеличены до 15 мм, а в костях скелета и на уровне исследования определялись множественные литические очаги без чётких контуров. В дальнейшем пациент, естественно, был направлен на сценте грастифию костей скелета, где мы получили вот такой снимок, а заключение выглядело следующим образом, что достовенных признаков поражения костей скелета выявлено не было. Это заставило задуматься. И я хотел бы отметить в данном моменте, что сцентеграфию, которую мы назначаем нашим пациентам при распространённом раке простаты, она отражает только метастатическое поражение остеобластического типа, то есть метастазов, которые, так сказать, обладают остеобластическим типом, а метастазы литического характера не определяются по данным сцентеграфией. Тем не менее, несмотря на это, пациенту был проведён консилиум в сентябре 2022 года, выставлен диагноз аденокарцинома простаты Т2ЦН1Б, четвёртая стадия, вторая клиническая группа. И назначено системное лечение ДОЦ-такселом, стандартная гормональная терапия и терапия без фосфонатами. Первые два курса пациент прошёл без осложнений, однако третий курс уже осложнился нежелательными явлениями, такие как анемия, лейкопения, в дальнейшем присоединилась тромбоцитопения. И на шестом курсе мы видим значительные нежелательные явления после курсов химиотерапии ДОЦ-такселом, в связи с чем пациент был направлен на консультацию к гематологу. И там, так сказать, при более тщательном дообследовании была выполнена пункция костного мозга и выявлено до 14,5% показателей плазматических клеток в костном мозге, что свидетельствует о том, что у пациентов помимо ракопростаты была диагностирована множественная миелома, был выставлен диагноз множественная миелома, диффузная очаговая форма, третий Б-стадии с секрецией белка БС-Джонса, костный деструктивный синдром. Что же такое множественная миелома? Это злокачественная опухоль, морфологическим сутратом которой являются плазматические клетки костного мозга. Плазматическая клетка – это конечный этап дифференцировки Б-лимфоцита, который участвует в формировании гуморального иммунитета и вырабатывает антитела. Главным предрасполагающим фактором заболеваемости является хроническая инфекция, вирусная либо бактериальная, воздействие токсических веществ, а также радиации. Множественная миелома составляет приблизительно 1% среди всех злокачественных заболеваний и до 10-15% среди заболеваний кровиторонной лимфоидной ткани. Основное клиническое проявление – это боли в костях, не связанные с физической нагрузкой. Остальные клинические проявления не имеют специфического характера. Как же она проявляется? В первую очередь лабораторная – это гиперкальциемия, повышение уровня креатинина, а также анемия. При иммунологическом исследовании используется сыворотка крови либо моча пациента для выявления специфического моноклонального парапротеина или вот того самого белка Бен-Джонса. Для окончательной диагностики и финального формирования диагноза пациенту необходимо выполнить пункцию костного мозга и в пунктате костного мозга должно быть выявлено более 10% плазматических клеток. Вернемся к нашему пациенту. На этапе поступления, на этапе диагностики уровень кальция у него был нормальный, креатинин, а также и была небольшая анемия, что не вызвало особых подозрений. Что касается лучевой диагностики, применяются стандартные методы исследования, компьютерная томография трех зон, сцентиграфия костей скелета, а также ПТКТ. Специфическим поражением множественной мейломы отличаются плоские кости, кости черепа, ребра, таз, а также позвоночник. Активируя в костном мозге остеокласты, они провоцируют остеолизис, и на рентгенограмме, на снимках компьютерной томографии имеют вид так называемых гладкостенных пробоин, что достаточно наглядно показано на КТ. Итак, чтобы поставить диагноз множественной мейломы, нам нужен пунктат костного мозга, где будет выявлено на более 10% плазматических клеток, диагностика плазмы крови либо мочи на обнаружение белка Бенжонса, а также инструментально подтвержденное поражение костей скелета. По согласованию с онкологом после постановки данного диагноза нашему пациенту было проведено три курса химиотерапии, первичные после которого была диагностирована первичная резистентность. И с сентября 2023 года пациенту выполнена смена терапии множественной мейломы, которую данную терапию он получает по настоящее время и имеет стабилизацию заболевания. Что касается уровня ПСА, он постепенно снижался и к октябрю 2023 года достиг 0,07 нанограмм на миллилитр. И, собственно, какие вопросы мы поставили перед собой, которые хотелось бы обсудить. В первую очередь, возможно ли было до этапа химиотерапии предположить и доказать наличие множественной мейломы. Ну, сейчас, наверное, можно сказать, что можно, конечно. На данном слайде представлены снимки нашего пациента с лидическими очагами в костях таза и позвоночнике. Однако, когда у пациента уже подтвержденный диагноз ракопрестательной железы, крайне сложно психологически перестроиться и подумать, что метастазы в костях соответствуют какому-то другому заболеванию. Классические же метастазы ракопрестательной железы имеют пластический тип. Они, по сути, формируют новую костную ткань. И на данном слайде для наглядности я показал пациента, который болеет распространенным раком пристательной железы с метастазами в кости и таз. Что достаточно наглядно. И в зависимости от того, какие метастазы формируются в костях, существует такая таблица. и в первую очередь остеолитические метастазы, если они есть у пациента, мы должны подозревать не мелкоклеточный рак легкого, либо миеломную болезнь, меланому, либо рак почки. К остеобластическим в первую очередь относятся это рак простаты, некоторые виды рак желудка, мелкоклеточный рак легкого, лимфомы и лимфогрануломатоз. Особенно хочется отметить, что миеломная болезнь в данном контексте является самой частой причиной ложно-отрицательных результатов сцинтиграфии костей скелета. Однако в каждом правиле есть свое исключение. И вот интересное исследование представили наши коллеги из Англии. У них было два клинических случая подобных. В отличие от нас они подробно обследовали пациентов вплоть до биопсии костных очагов и доказали наличие литических метастазов ракопрестательной железы у пациентов. И в дальнейшем данные пациенты получали системное лечение по поводу ракопрестательной железы. Какие дополнительные методы диагностики можно было бы применить для данного пациента? Если мы вернемся назад и представим идеальную ситуацию, что мы оценили состояние костных метастазов, их характер и поражение и отдельно оставили пока подтвержденный рак пристательной железы, то в таком случае мы должны пользоваться клиническими рекомендациями по выявлению метастазов в кости из неизвестного очага. Такие клинические рекомендации есть. Значит, в первую очередь они рекомендуют нам выполнить все неспецифические онкомаркеры у данного пациента. И помимо стандартов КТ всех зон начиная с головы МРТ также рекомендуется выполнить УЗИ щитовидной железы, МРТ молочных желез, лорообследования, эндоскопические обследования. Однако я был крайне удивлен, потому что не нашел здесь осмотра гематолога. На мой взгляд, это тоже очень важный этап обследования у данных пациентов. Применение ПЭТ-КТ неинформативно, так как не выявляет первичный очаг. Ну и в первую очередь рекомендуется выполнить цитологическое исследование пунктатов метастазов. В таком контексте также интересное исследование представлено нашими американскими друзьями. В данном исследовании пациент с подтвержденным раком, распространенным раком пристательной железы и множественной мейломой. При дообследовании у пациента выявлено также поражение бедренной кости. И помимо литических очагов бедренной кости они обнаружили, что там есть еще участки склероза. Пациенту по раку простаты была назначена только гормональная терапия и первая линия терапии мейломной болезни. И помимо этого они пошли дальше, они выполнили дистальную резекцию бедренной кости. И при гистологическом исследовании они выявили, что в бедренной кости сочетаются метастазы мейломной болезни и рака приставительной железы. Ими даже была выдвину гипотеза о том, что эти два рака достаточно схожи, имеют схожее микроокружение. Но это естественно требует дальнейшего исследования. Буквально недавно вышел метаанализ исследователи собрали 18 случаев подобных пациентов с раком предстоятельной железы и мейломной болезнью в разном временном промежутке. У кого-то метахонный рак, у кого-то синхронный был выявлен. Но, к сожалению, пока еще полных данных этого исследования нет. Оно будет интересно проанализировано в дальнейшем. Еще один вопрос. Могла ли химиотерапия децитокселом повлиять на развитие либо прогрессирование резистентности к терапии мейломной болезни. И в этом контексте крайне интересно выглядит мнение леча врача-гематолога. Она ответила нам, что химиотерапия децитокселом напрямую не могла спровоцировать развитие и прогрессирование мейломной болезни, а также вызвать резистентность первой линии терапии. Таким образом речь идет о первичном множественном синхронном раке. Однако проведенные курсы терапии децитокселом безусловно отрицательно сказались на гемопоэтические функции костного мозга. и начальное лечение миеломной болезни, если бы мы начали химиотерапию миеломной болезни. В дальнейшем это позволило пациенту более благоприятно перенести следующие курсы химиотерапии. И вопрос достаточно дискультабельный, необходимо ли локальное воздействие в настоящий момент на предстательную железу и зону лимфоатока при достижении стабилизации по миеломной болезни, которую собственно достигла. Мы пришли к такому дискутабельному выводу о том, что наверное возможно проведение локального лечения как метод выбора лучевая терапия на область предстательной железы и пути лимфоатока. спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Очень интересный случай. Вы его опубликовали уже или нет? Нет. Ну, прекрасная статья в журнале онкоурологии. Будем ждать. Хорошо. Какие вопросы, коллеги? Я хочу сказать, что такие случаи, они подчеркивают необходимость очень внимательного отношения к пациентам. Если мы видим расхождение остеобластические и остеолитические метастазы, например, пациент тракомпростаты, конечно же, остеолитические очень редко, но бывают при низкодифференцированных опухолях, может, с эндокринным компонентом и так далее. Но чаще всего все-таки это остеобластические метастазы, и всегда надо задумываться, правильно ли мы поставили диагноз. Или расхождение у пациента Глиссен-6. Вот недавно у меня был пациент Глиссен-6. низкий риск, молодой мужчина и полно остеобластических метастазов. Ну, естественно, у меня возник вопрос вообще рак простаты, это, я имею в виду метастатическое выражение или нет. Оказалось, что нет, это болезнь Пиджета. И он до сих пор на активном наблюдении, этот пациент в отношении рака простаты, и все хорошо, потому что это были не метастазы, а можно было это расценить как метастаза рака простаты и начать просто гормональную терапию. Поэтому обращайте внимание вот на такие моменты. По МРТ вам показывает МРТ, что нет очага в предстательной железе, а при этом вы видите опять же метастазы не характерные для рака простаты, литические или бластические, но тоже не характерные, и так далее. В общем, на все это нужно обращать внимание, потому что часто бывает, часто редко и редко, но это позволяет вот этим отдельным пациентам поставить правильный диагноз, поэтому интереснейший случай. Спасибо большое, если есть вопросы, коллеги. По тактике дальнейшей с этим пациентом, это все-таки пациент группы высокого риска, было 100% поражение столбиков, это уже как минимум процесс, мы говорим, ну все-таки наверное Т3 процесс, ноль-м-ноль, и Глисон, ПСА у него было порядка 40, это группа высокого риска. Пациент получил 6 курсов доцитоксела, вот все-таки сейчас, какая будет более предпочтительная тактика, на лучевую терапию его отправить, или все-таки хирургическое лечение? Потому что лучевая терапия, она будет воздействовать не только на зону предстательной железы, но на зону лимфоколлектора тоже, достаточно широкая зона облучения, кости тоже попадут под эту зону облучения, может быть хирургия? Вы знаете, сложная, масса факторов, которые нужно будет учитывать, какой мочи спускания у больного, какой объем предстательной железы, какой надир ПСА мы получили от индукции первые месяцы лечения, все это говорит нам об эффективности или неэффективности системной терапии и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас просто у нас слишком много времени займет обсуждать этот случай в отношении выбора тактики. Что вы увидели при пельцевом ректальном исследовании, это больной просто может быть неоперабельной, может быть с инвазией в прямую кишку, с инвазией в семенные пузырьки и так далее, и так далее. Поэтому масса факторов так вот сказать, что всех пациентов надо лечить так или так невозможно, на мой взгляд. Продолжение следует...